Воскресенье! 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 Таких аплодисментов в честь ветеранов в России еще надо поискать. А в Эстонии достаточно приехать на военное кладбище к знаменитому бронзовому солдату. В Эстонии официально праздника Победы не существует. Это самый обычный рабочий день. Но несмотря ни на что, 9 мая здесь настоящее паломничество. А четыре года назад люди с цветами выстраивались в очередь не на кладбище, а на холме Теннисмяги. Раньше бронзовый солдат стоял на этом месте. Это центр города. Рядом Старый Таллинн, главная библиотека, мэрия. И несмотря на то, что Алеши здесь уже давным-давно нет, люди все равно 9 мая принципиально несут сюда цветы. Оставив цветы здесь, люди едут еще и на кладбище. Полиция в течение дня собирает гвоздики и отвозит к бронзовому солдату. Противостояние пока не исчезло, но стало молчаливым. Большинство ветеранов призналось, перенос памятника до сих пор вспоминают с обидой. Можно было бы по-человечески перезагонение, процессы организовать. А было ночью, сняли, солдата перевезли вот сюда. Дискуссии о переносе мемориала начали звучать еще в 90-е годы. Своего пика дебаты достигли в 2007-м. Дата 27 апреля вошла в историю как бронзовая ночь. На митинг вышло около двух тысяч человек. Толпа громила магазины, разбивала окна, поджигала машины. Одни яростно защищали Алешу, другие требовали убрать памятник. КОНЕЦ Солдата в результате все-таки перенесли, но та ночь необычайно сплотила все русское население Эстонии. Они такую бурю подняли, потому что если до этого, ну до 2007-го, ну приходило, ну 5, ну 15 тысяч, то 2007-й это невероятно. Мы пешком шли от автовокзала и опять я иду и считаю, потому что по 4 ряда идут с кладбища и по 4 ряда на кладбище. И все машины легковые, которые вынуждены по этой дороге, стоят. Каждый год здесь 9 мая молодые люди несут почетный караул. Ветеранов организованно привозят на автобусах, а многие жители приходят сюда дважды, рано утром и вечером, после работы. Люди очень много приходят каждый раз на День Победы и вообще приходят, возлагают цветки, поклоняются. Это постоянно. Пожилые люди проводят здесь практически весь день, сидя возле Алеши и слушая песни военных лет. Любой из тех, кто приходит сюда 9 мая, может рассказать свою историю, кого он потерял из-за войны. Для всех них это священный праздник, несмотря ни на чье мнение. Марина Мышко, Павел Иваницкий, 7 канал, Новости 24, Эстония. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова